Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Jumkin Donuts! Сегодня будет Хэллоуин туториал на этот Sugar Skull Look. По-русски звучит для меня очень странно, за это я не произношу. Сахарный череп. Череп для меня ассоциация, не знаю, черепа. Но я не выгляжу как череп, правильно? Я cute. Если хотите узнать, как это делается, оставайтесь со мной, я вам сейчас покажу. Ну что ж, приступим. Я уже подготовила один глаз, просыпая к другому. Беру карандаш для бровей Urban Decay. Буду рисовать круг. Начиная сначала бровей и обводя вокруг глаз. Теперь беру палетку от Make a Forever Artist Palette номер 1 и цвет 232, который зелено-голубой цвет. И наношу этот цвет внутрь нашего круга. Теперь беру гирю подводку от Maybelline. Это нам понадобится, чтобы обвести тонкой линией этот наш круг. Теперь беру специально такую кисточку с круглой формы. Это понадобится для наших листьев. Это белый подвод Kat Katwin и называется цвет Neruda. Буду использовать его для точек внутри нашего круга. Следующее я беру черные тени. Вы можете взять любые тени. Я взяла от Anastasia Beverly Hills Couture Palette. Наношу его на внешний угол глаз и подвожу по складочку века. И, конечно, хорошенько растушевываю. Черный цвет легко может превратиться в серый, так что побольше наносим и хорошенько растушевываю. И, конечно же, подвожу чуть-чуть под глазами. Это блестки от стила, который называется Metallic Duster Rose. Буду наносить его пальчиком на все подвижное веко. Перед тем, как буду наносить свои накладные ресницы, конечно же, я превращаю свои ресницы в черный цвет, используя тушь Telescopic от L'Oreal. Ресницы у меня от Sephora Collection. Следующий идет водостойкая подводка от Kat Von D, который называется Incliner, который идеально просто для моих любимых стрелок. Теперь самый интересный момент. Беру маленький жемчужонок, который можно прикреплять. Не имеет значения, какого размера. Я наношу его на каждую третью листочку, чтобы равномерно получилось. Следующий идет стразы, такой тоже синего цвета. Наношу его между жемчужонками. Беру ту же гелевую подводку Maybelline и рисую вначале букву английского V, а потом подвожу чуть вниз носа. Дальше уже очень тяжело объяснить, но вы можете посмотреть, как это легко. В принципе, просто нужно обводить хорошенько и можно чуть-чуть поострее сделать. Чуть снизу носа тоже рисую наподобие вид, тоже крашу. Теперь время контурирования. Я беру из того же палеточки Make Up For Ever тот же зеленый цвет. Наношу его как contouring под скулами и там, где лоб. И беру розовый цвет и буду использовать его как румяну. Использую чуть выше нашего зеленого цвета и получится как румяна. Беру белый карандаш от NYX, который называется Milk и рисую вначале три листья на моем подбородке. Это получается как лотос. И тут я решила нарисовать диалоб, но я пожалела, потому что очень тяжело оказалось рисовать что-то на своем лбу. Так что не обязательно, чтобы она идеальная была. У меня не идеальная, я знаю. Беру свою белую подводку и наношу точечки вокруг моего лотоса, типа лотоса. С черной подводкой Maybelline будем сейчас создавать линию челюсти. Мне кажется, это самая легкая часть, потому что просто одна линия, еще несколько линий и все. И тут я решила немножко добавить стразов для моего лотоса и просто для листьев. Добавляю еще немножко ниточек на мою линию челюсти. Вот и все, ребята. Я знаю очень много деталей и тебе понадобится просто время и терпение. Но на самом деле это очень интересно и, не знаю, мне очень понравилось рисовать это все. И, конечно, если была бы немножко более талантливой насчет рисования, было бы еще круче. Так что, мне кажется, у вас получится, ребят. Так что, обязательно попробуйте. Не забудьте поставить лайк и, конечно же, подпишитесь на мой канал и прокомментируйте, как вы думаете. Мне очень-очень будет приятно. Так что, увидимся на следующем видео, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok